Значит, мы имеем три эффекта, которые можно будет наблюдать, и вполне возможно, что когда наконец пресс-конференция Сахнова-Курашова состоится, я думаю, что это произойдет в течение месяца двух-трех, то можно будет проверить, насколько это правда. Значит, первое, я повторяю, изменение хода времени, второе, это значит гравитационно-антигравитационные эффекты, и третье, значит, это невиданная биологическая активность. То есть жизнь, которую многие определяют как негаэнтропийный процесс, чисто негаэнтропийный процесс, оказывается, что она может передаваться между собой. Я сразу же говорю, что наверняка люди это уже знают и используют. Я, например, по себе замечал, один раз так выспишься, у меня спина болит, я сплю плохо, хорошо, хорошо, вдруг так замечательно, а потом посыпаешься, у меня полутонный аквариум в комнате стоишь, и понимаешь, что у тебя у рыбок был мох, в том числе сдохли, например, такие здоровенные фрегаты. Ну, закупорилась система аэрации, я не умерен, пока тебе очень хорошо спалось, здесь у тебя рябина всякая умирала такая. Вот, и это было пару раз, второй раз я, вода у меня была не той температуры. Я вполне допускаю, что люди это делают, что какой-нибудь олигарх уже давным-давно это дело освоил, или султан, и он, например, когда спит, в соседней комнате жутко пытают каких-нибудь молодых, юных прекрасных девушек, я не знаю всего этого. Но хочу сказать, что предостеречь, все, что мы до сих пор знали по своему энтропийному характеру, оно, конечно, даже близко не имеет места быть с теми эффектами, то есть негаэнтропийными, которые мы имеем в смысле культуры Сахно-Курашова. И вот моя попытка вот этому сделать, придать старым экспериментам Козырева некоторый смысл, понять, что энтропия это совсем не носит невероятностный характер, а энтропия это определенного рода физический процесс, который Козырев пытался изучать и сделать. Что она, в этом смысле, она связана с прохождением времени, и она в этом смысле, ну она, естественно, связана с прохождением времени, потому что это величина, которая всегда изменяется в одном направлении, либо не убывает, либо не убывает, если это энтропия, либо не возрастает, если это негаэнтропия. Вот, такова, значит, эта самая вещь. И вот подобного рода интуиция, я хочу обратить ваше внимание на то, что в предложении вот этой физической, как бы, концепции, я ни разу не вставал и не писал мне мне форму на доске, чем я и пытался сделать с самого начала, я, как бы, и посвятил сегодняшний наш доклад. Будет очень интересно проверить, что из моих предсказаний, из моих рассказов реально забылось, а что нет. Я не знаю, Игорь, я вообще думал, что ты действительно придумал какую-то теорию, а это тут какая-то только набор каких-то безумных гипотез. Ну, а в чем мне, а почему она наборит безумные гипотезы? Да кажется, ты ничего не объяснил, ты говоришь, что, ну, постулировал, что вот... Нет, значит, смотри, ход действия такой, значит, у нас есть биологическая система, есть, негаэнтропийная, негаэнтропийная, чрезвычайно сильная, чрезвычайно сильная, факт. Дальше, я полагаю, что, значит, если у тебя есть негаэнтропийная система, да, негаэнтропийная система, то у нас мы... Вопрос о однородности, изотропности, как бы, времени у нас уже не стоит. Ну, в окрестностях, по крайней мере, этой системы. Потому что у тебя есть некая физическая величина, которая автоматически, это, значит, однородная изотропность времени у нас нарушает, портит ее. Но не в том смысле, как вам сейчас говорят об энтропии, в смысле, как о ничем-то невероятном, а в том смысле, в котором, значит, мы говорим об энтропии как о реальном физическом процессе. Если у нас есть действительно некоторая величина, которая вот эту однородность, изотропность, возможность обратить стрелу времени в противоположном направлении нарушает, то у нас, значит, вот подобного рода постулат оказывается. Нет, кстати, ну, только закон сохранения энергии уже, во-первых, не с обращением времени, а с трансляцией во времени. Ну, и трансляции точно так же. У тебя включилась вот эта система, у тебя здесь что-то с энтропией, как бы, такое начало происходить ненормально. Да? Ну, и с обращением времени тоже... Ну, и с трансляцией, но если ты эту систему включишь через час, через два, через три, у тебя же все то же самое будет, условно говоря. Нет, поэтому я мячиком этим и тряс. То есть у тебя возникло то же самое, что как бы и с мячиком, расположенным в системе координат, в начале координат. Здесь точно так же. У тебя возникла штука, что у тебя какой-то промежуток времени оказался выделенным. Ну, чрезвычайно выделено. Если, условно говоря, ты эту культуру бактерий, допустим... Ну, если у тебя, грубо говоря, появилось мощное время, то тебе следует ожидать, что то, что Козырев называет плотностью времени или временным полем, у тебя, значит, оно идет как бы иначе. По-другому. Но это временное поле, плотность времени, это все заморозили личные козырева, то есть мы сейчас об этом не говорим. Ну, важно видеть, я хочу сказать, что если у тебя есть нарушения, нарушения энтропии какие-то, мощный энтропийный процесс, то говорить в этой стадии, вот моя гипотеза стоит, что об однородности и затропности времени ты не можешь. Почему однородности это не можно? Ну, условно говоря, вот ты, допустим, засеял эту культуру бактерий, они начали там размножаться, там все какое-то такое. Ну, хорошо, а если бы ты это сделал не сейчас, а сутки назад, то все то же самое было бы. Ну, не важно, важно, что у тебя энтропия начинает в этой системе резко меняться. Ну и что? Ну, то есть, понимаешь, у тебя, как бы, это лучше, как бы, лучше это объяснить-то эту, значит, эту ситуацию. Ну, я отдаю себе отчет в определенного рода гипотетичности подобного рода предсказаний, да? Тем не менее, то есть, я говорю, что энтропия это, как бы, невероятностный процесс, который находится внутри однородного пространства времени. То есть, я вот эту позицию не разделяю вслед за пригожным, да? А говорю, что вот это реальный процесс, который является следствием того, что что-то такое со временем происходит. Тебе, со временем что-то происходит. Вот. Теперь осталось эту гипотезу проверить на практике. В окрестностях высокоэнтропийной системы Сахнокурошоу должен нарушаться ход времени. Какого ты это проверишь? Возьму часы механические или электрические, еще что-то. Думаешь, что там прям повлияет на часы что-то? Ну, вот они уже ко мне вылетели, например. Всех часы электрические, но я тут, когда разбирал вещи отца, я нашел командирские. Если я поеду, когда будут все демонстрации всех этих экспериментов, в том числе я поеду туда с командирскими часами. И они уже ко мне как бы из-за хангельски летят, потому что сложно найти сейчас по-настоящему механические часы, которые вот так бы заводились. И вот мы проверим, будут они работать или не будут. Утверждается, что там будет происходить нечто странное. То есть, если мы большое количество различных часовых механизмов попытаемся синхронизировать, ну где-то там далеко в другом помещении с этим, то, значит, в окрестностях системы Сахно-Курашова, либо они перестанут работать, либо и ход, и ход... Тогда должны, это не имеет значения, тогда механические или электронные, тогда любые часы появляются. Нет, знаешь, почему для меня это важно? Могу тебе объяснить. Потому что его работа, всех этих вещей, да, ну когда у тебя идет перестройка элементного состава, годы, вот, допустим, вот это, да, она сопровождается мощными магнитными полями. Поэтому эти мощные магнитные поля, например, могут сильно влиять на обычные часовые механизмы, особенно на электрические. Они могут просто выводить их из строя. То есть, взял электрические, поэтому очень неплохо было иметь механические еще. Хотя они тоже могут влиять и тоже выводить из строя. Но пойти это дело и проверить, такая вот эта вещь. Второе, значит, надо посмотреть, не будет ли какого-то рода объекта становиться легче в окрестностях этой системы. Берем часы, опять весы какие-то, и меряем то и то по массу этого, и проверяем, будет так происходить или не будет. Если эксперимент Козырева прав, если мы действительно имеем в окрестностях энтропийных систем нарушение какого-то рода гравитации, а для него это естественно, для него это естественно, ну вот его, его гипотеза она состоит, то тогда мы действительно там увидим антигравитационные эффекты. Ну и наконец надо посмотреть, как будут вести себя биологические системы, это сложнее в окрестностях вот этой самой работающей установки. Вот так. А как вы будете наблюдать, вы же сами биологическая система, значит у вас должна быть какая-то потенциальная... Ну я думаю, что ребята, которые с ней работают, они уже эти эффекты наблюдают. Вот не могут быть не наблюдать, просто они об этом не могут говорить. Уже, уже люди уже это дело, разумеется, наблюдали. Есть все основания, думай. То есть они уже выработали какие-то средства защиты, да? Или наоборот. Или она оказалась настолько ситуация благотворна, как с фокусированием вот этого странного излучения от звезд, которые наблюдал Козырев, и которая потом подтверждалась бактериальной культурой. Может быть там точно так же, только у тебя этот источник рядом, он гораздо более мощный, он может действительно на биологические объекты влиять по-разному. А может быть он влияет и негативным образом. Но я хочу сказать, что мы, имея вот такую высокоэнтропийную систему мощнейшую, мы можем иметь чрезвычайно другой, значит, характер всего мира и мироустройства. Ну вот реально. Мне как раз недавно попал... Цитата из Гераклита попалась в Фейсбуке. Как-то там было сказано. «Если мы не ожидаем нечаянного типа того, что мы тогда не встретимся с непознанным и неизведанным». То есть это как раз вот этот эксперимент, он это то самое нечаянное. То есть чай не одного, а получилось нечто нечаянное. То есть дело экспериментальной любой науки, искать вот это самое нечаянное. Потому что нечто нечаянное может переворачивать нашу картину мира и давать нам совершенно новые волшебные возможности, которые в течение 10-20 лет полностью перемешивают мир. Перемешивают мир во всех его аспектах. В научном, в культурном, в социальном. Вот только что Екатерина Шульман смотрела, она говорила, что... На чем зиждется современная российская государственность? На трубе парового отопления. Почему? Ну, потому что, как бы, ты, например, живешь в многоквартирном доме, ты не совсем собственник, например. Потому что в его момент могут отключить холодную воду и горячую. И у тебя структура ЖКХ – это некая такая сердцевина современного как бы мироустройства. Так вот, можно отключить человека от трубы парового отопления, отключить его от дорог, от всего прочего отключить. Изменить его фундаментальные биологические показатели человеческого тела. Просто изменить. Вообще фундаментально. Вот в этом и дело. Речь идет как раз о таком роде нечаянном. И вот здесь эти Козыровские эксперименты и мое представление о системах Сахно-Хурашова, они, значит, в эту стуку, они как бы так сплетаются. Но той ценой, что вслед за Козыревым и Пригожным, мы отказываемся от вероятности понимания энтропии. То есть о неком вероятностном процессе, который проходит в том самом однородном, изотропном пространстве времени. Мы от этого отказываемся. И вот приходим вот с такого рода забавным выводом, таким родом предположением. Ну, Пригожин и вообще как бы всей статистической физики, там же под это дело как бы солидная теория подведена, а здесь-то пока никакой теории нет. Это все как бы... Не знаю, мне кажется, что моя теория ничем не хуже Пригожинская. А у них только какая теория. Ну, у них же все эти, так сказать, ну, условно говоря, все эти уравнения там и все. Ну, это не сложно, это не сложно. Там уравнения все самые что ни на есть на обычные. Такая же обычная физика. Ничем не отличающая. Там нету... Вот у Пригожина в теории, вот честно, нету вообще ничего нового, кроме того, что он занимался неравновесной термодинамикой. Больше нового, но принципиально нет. Ну, говорил же Ландару, что... Как он там говорил? А... Термодинамика самоорганизующей системы – это термодинамика самоорганизующейся глупости, да? Как это вот так вот он сказывался по этому поводу. И в этом был какой-то смысл. Потому что там ничего нового. Просто... Он же еще интересен, как и публицист, просто мы швили. Он и говорит, что... Не может быть, что это был просто вот... Чисто вероятностный эффект. Что у тебя есть некоторая величина, которая всегда возрастает. Ну, по крайней мере, не убывает. Ну, не может быть, что это была простая вероятностная вещь. А вот когда мы рассуждаем в терминах Шенновской теории информационной энтропии, чего-либо еще, мы оказываемся вот в парадигме вот этого самого ящика. Где молекулы собрались в один угол, ты потом взял, и они разбежались у тебя по всему этому штуке. И обратно никогда не соберутся. Фарш невозможно провернуть назад. Да? И молекулы невозможно туда собрать. Невозможно. Ну, как бы так, по-нормальному. Чтобы они сами собрались в одной куче. Они взяли и разбежались. А почему они тогда, вопросом, взяли и разбежались? Какая сила на них действует, что они разбежались? Да никакая, обычная. И здесь свободно, они туда улетели. Они улетели туда. Улетят свободно. Стенка стоит, они отлазнулись обратно. Стенку убрали, она туда улетела. И вот они там болтаются, вижу, во всем кубике. Мы в физическом этом равномерно его заполнили более-менее. Так, чтобы они взяли и случайным образом собрались в одной штуке невозможно. И это, говорят люди, это энтропия. Но это не энтропия. Энтропия какой-то физический процесс. И мы его как бы в Козыровских, во всем прочих безумных экспериментах, мы его наблюдали. Если бы это было не подтверждено, то я бы об этом как бы не говорил, но это подтверждено, это экспериментальный факт. И мы, вот этот экспериментальный факт, который находился на грани измерительных возможностей приборов, как было у Козырева, мы в окрестностях высокоэнтропийных систем можем наблюдать. Самое важное тут можно проделать по мечте русской интеллигенции. Сделать, например, энтропийную бомбу. Как? Ну, как-то. Но если ты можешь действительно что-то там менять вот так фундаментально, в том числе пространство, гравитацию, воздействие на биологические системы, то ты собрал в Пельведерский клуб и туда эту энтропийную бомбу, хоп, хоп, и бац, и все. Ну, тоже кажется безбезумием, но точно таким же безумием являлась бомба ядерная, сказать, что у тебя где-то там в каком-то там уране может произойти такая реакция, которая будет в 10-6, там 10-10 превосходить. Мне кажется, даже, кстати, при взрыве атомной бомбы должны вообще там что-то происходить и так далее. Вот нет, нет. Почему? Ну, а как, у тебя ничего не происходит? Я об этом вопросом думал, значит, я вполне допускаю, что во всех реакциях, например, типа РОСИ стоит какой-то энтропийный источник, народ об этом говорил, они брали кобальта-60 и заставляли его распадаться около установки. У них происходил какой-то эффект, они объясняли, что оттуда формы нейтрина вылетают или что-либо еще, какое-то неизвестное излучение, да, лептонное, микролептонное излучение. А по всей видимости, это просто стоял такой энтропийный источник. Вот этот индеец-то, он как достиг? Достиг эффекта-то 48, как он его достиг? Он взял вообще много всего, титана, калий, кальций, туда вот добавил эту самую штуку и все ультразвуком перемешал. То есть поднял энтропию, изменил резко. И вот у него эффекты, и эффект от этого эта штука заработала. Быть может, я же, я не знаю просто. Что за секретный катализатор Росси? Ну вот он так и так работает. И вот тогда в этом источнике у тебя действительно могут происходить микроскопические сдвиги энергетических атомов. А раз так, то кулоновские барьеры проницаемы, проницаемы неизвестным для нас способом. Потому что, что является главной проблемой нашей? Это отсутствие излучения по всем этом, да? Отсутствие. Вот Росси пишет статью со своими знакомыми, со своим каким-то знакомым физикам. У нас, мол, где литий-7 плюс протон, у нас будет бериллий-8, да? А потом он тут же распадается на две альфа-частицы. Они носят всю энергию, излучения нет, а альфа-частицы есть, да? Но вопрос там состоит в следующем. Пока у тебя, если у тебя литий-7 захватит протон, то он сразу же перейдет в возбужденное состояние. И чтобы упасть в основное состояние бериллия, которое потом распадается на две альфы, оно должно излучить гамму. И все умерли кругом. И Высоцкий, когда создаёт собственную теорию, там, вот, например, в книжке Скорниловой и в отдельных своих статьях, он не отвечает на этот главный вопрос. Главный вопрос, он состоит в том, где вредное излучение. Ну, вот мне там с электронами, притом, удалось сделать, сказать, что электроны уносят эту лишнюю энергию часто. Вот. Ну, вполне возможно, что дело состоит гораздо интереснее. Почему все реакции происходят путём выпадения в основное состояние, это непонятно. Это требует своего объяснения. Ну, по крайней мере, что у нас происходит сдвиг энергии на микроэнергетическом уровне каком-то. Это, безусловно, ну, так. Ну, только что в голову прошло, ладно. А пришло у меня следующее, что они же эти новые изотопы Курешова и Сахно фиксируют при помощи... Ну, как они фиксируют, ну, вот этот автомат, как он называется-то, уже внезапно забыл. Ну, рентгеном светишь в эту штуку, он выбивает, значит, и окрут изнутри электрон, и после этого происходит каскад реакций. Ну, они электроны долго замещают. И происходит, значит, целый букет излучений на определенного рода частотах. В результате у каждого химического вещества есть собственный портрет такой рентгеновский, рентгеновский ультрафиолетовый. То есть ты взял, посветил и смотришь, что тебе пришло обратно. Да? Спектральная... Да, да, да. Это рентген... Как это называется? Ну, ладно. Так вот, следует ожидать, если я прав, следует ожидать сдвига, значит, незначительного сдвига вот этих рентгеновских термов, которые мы наблюдаем для новых химических элементов. Потом именно незначительных. То есть у тебя, как бы, у каждого элемента химического есть, как и печатки пальцев, вот эти рентгеновские термы, да? Ультрафиолетовые. Не скорее всего рентгеновские, а еще они оптические? Не, они скорее всего рентгеновские. Ну, они же тяжелые все. Франция, Уран, Тори. Они же тяжелые. Поэтому рентген скорее всего. Или ультрафиолет. Ну, вот такой. Они тяжелые. Ну, может я... Вряд ли там оптика. Ну, где-то есть и оптика, конечно. Где-то. Немного и светятся. Вот так они достаточно неприятные. И вот следует ожидать, что вот этот отпечаток должен чуть-чуть изменяться. Вот что я хочу сказать. Ну, эксперимент покажет. Ускрытие покажет. Ну, все, да? Еще что-нибудь. Пока.